Когда из организма жертвы полностью будут выведены все токсины, все эти гормоны придут в норму, которые давали раньше ощущение эйфории от боли. Когда ваш собственный организм помогал вам справиться со стрессом, выделяя переизбытки кортизола, адреналин, норадреналин, так вот когда постепенно, отстраняясь от нарцисса, вы будете приходить в норму, то вы наконец-то поймете, что нарцисс это абсолютное зло. Пока вы еще как наркоман ищете новую дозу, то ваш мозг придумывает разнообразные оправдания, вы в сомнениях, а может быть показалось, может быть это нормальный человек. Вы возможно ищете периодически новых встреч, пытаетесь еще как-то поговорить, расставить точки над «и», словно жертва террориста в стокгольмском синдроме, который оправдывает своего тирана. Так вот, когда вы поймете, что там никого нет дома, когда вы поймете, что там бессмысленно говорить с человеком, потому что там стенка, то вы наконец-то полностью сепарируетесь и начнете новую жизнь. Но это большой труд, это работа над собой, ежедневная работа над собой, когда вы делаете выбор, даже на уровне мыслей своих, когда вы говорите себе «я буду выбирать то, что мне полезно». Знаете, этот выбор, даже больше, чем вы можете подумать, это выбор в сторону Бога, по слову апостола, уклоняйтесь от худых сообществ. Так вот, каждый раз, когда вы отклоняетесь от токсичного человека, вы выбираете свет и идете дальше к свету. Это борьба, и вы должны в ней победить. А победа только в том, что вы будете держать твердый неконтакт и выведете из организма эти яды. Вот тогда вы поймете, где ваше счастье, где покой. Не будете снова стремиться к этим ярким ощущениям, в которых нет правды. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok